Я не знаю, мне кажется, мы ждем Мирея, как она скажет. Я думаю, давайте начнем, остальные участники подключаются. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Мирея, супервайзер, первая официальная организатора TechForum. Сегодня мы собрались на такой мастер-класс от компании Microsoft, наши ключевые партнеры в организации форума. И сегодня будет мастер-класс от Юлии Крайновой на тему Microsoft Vivo. Важно, чтобы развивался не только бизнес, но и сотрудники. Также вот наш коллега Норланджен Вик проведет позже презентацию Microsoft Career Coach. В общем, спасибо коллегам. Передаю слово вам. Да, спасибо, Мирея. Коллеги, еще раз добрый день. Меня зовут Крайнова Юля. Работаю в компании Microsoft 6-й год. И отвечаю за аналитические решения в подразделении современное рабочее место. Это именно то подразделение, которое создало Outlook, улучшило эффективность коммуникаций в наших организациях. И теперь мы анализируем наши коммуникации, смотрим, как мы можем их уменьшить. Потому что сейчас большое количество сотрудников сильно перегружено. И хочу начать свою презентацию, на самом деле, с личной истории. С личной истории, с работы с одним заказчиком. Значит, есть одна большая консалтинговая фирма, аудиторская консалтинговая фирма, которая каждый год набирает большое количество стажеров. И их цель, чтобы эти стажеры остались. Но больше 70% уходит. Они делали анализ. Это не зарплата, это не переработки, это не проектная работа, потому что она, наоборот, интересная. И этот заказчик пришел к нам с вопросом, как понять причину. Мы делаем опросы, и нет никаких зависимостей. Тут мы начали анализировать коммуникацию. И увидели один такой явный паттерн, что те сотрудники, которые ушли, у них вообще не было никакой связи со своим менеджером. То есть менеджер нанимал сотрудника, отправлял его на проект, и на этом с ним прощался. Когда проект заканчивался, сотрудник возвращался в офис компании, где у него не было рабочего места, где он никого не знал. Он не был вовлечен в корпоративную культуру, он был потерян, и они уходили. А те сотрудники, у которых менеджер был как ментор, как коуч, у которого были постоянные синкапы, которых научил, как работать, что делать после окончания проекта, как искать те проекты, которые нужны, и они провели эксперимент, ввели такую традицию, встречу менеджера с каждым сотрудником, каждую неделю. И вы знаете, их показатель улучшился с ухода 70% сотрудников до 10%. Это только один из примеров о том, как можно не реактивно решать проблемы, а проактивно смотреть на состояние компании и выявлять наши слабые места. И сегодня хочу вам рассказать про некий продукт, который может помочь нам в четырех различных направлениях. Этот продукт, на самом деле, он не совершенно что-то новое, которое называется Microsoft Vivo. Он построен поверх уже существующих. Просто на него добавили немножко искусственного интеллекта, магии. И теперь мы можем похвастаться тем, как мы коммуницируем с нашими сотрудниками, как мы находим тех, кто изолирован, как мы повышаем вовлеченность. Потом продуктивность. Здесь, на самом деле, больше про нашу корпоративную культуру, как мы ее воспитываем. Наверное, вы согласитесь, что изменить корпоративную культуру – самое сложное, что есть в этом мире, потому что поменять поведение людей непросто. И здесь, как мы стараемся воспитать корпоративную культуру, выработать правильные привычки, которые релевантны именно для вашей компании. Следующий момент – это Topics. Это, наверное, самый интересный модуль, потому что этот модуль помогает нам улучшить и оптимизировать наши процессы с помощью нашего как раз помощника искусственного интеллекта. И последнее подразделение – это обучение. Знаете, бывают такие моменты, когда внутри организации кто-то рекомендует пройти определенный курс, развить свои навыки. И пока ты доберешься до этого курса, запросишься доступа, уже желание проходить его исчезает. И это как раз про то, что как мы сделали такой букинг только не для отелей, а для курсов. На самом деле у нас программа будет такая, что где-то про коннекшнс я расскажу 5 минут, 15-20 минут про нашу корпоративную культуру, про оптимизацию наших процессов и про образование. Надеюсь, что успеем как раз за 45-50 минут. И, Нурлан, если в чате будут какие-то вопросы, ты, пожалуйста, мне подсказывай. Конечно, я уже вот пишу. У нас есть также коллеги из Киргизии уже подключаются. Все интересно, поэтому продолжай в том же духе. Круто. Да, я сразу извиняюсь за свой почерк. Это одна из причин, почему я работаю в IT-секторе. Ну что, перейдем к модулям. Во время пандемии мы перешли на удаленную работу, на гибридную работу, да, когда мы часть времени работаем в офисе, часть времени работаем из дома, это наша новая реальность. И хоть мы видели рост там в 2-3 тысячи процентов использования инструментов для удаленной работы, все равно некоторые подразделения, некоторые сотрудники были совсем изолированы. Если они изолированы, они не чувствуют вовлеченность, принадлежность к команде, к работе, что также влияет на удовлетворенность от работы. И Microsoft на самом деле очень быстро реагирует на все изменения. И мы запустили некую такую стартовую домашнюю страницу. То есть когда вы заходите, открываете свой компьютер, вы обычно проверяете, наверное, все там системы, сети, Outlook, Teams, на все уведомления, что уже может занять полвремени. Здесь сделали стартовую страницу с новостями компании, вашего департамента, ваших коллег, последние события, которые релевантны именно вам. Здесь происходит эффект, ну, как в социальных сетях, на Facebook, в Instagram, что если вы видите, как дела у ваших знакомых и друзей, вы чувствуете вовлеченность, вы чувствуете связь с ними. И через такую стартовую страницу, которая показывается наиболее релевантным образом для вас новостей, мы поддерживаем связь и стараемся вовлечь в людей на звонки, на мероприятия, на новые проекты. Плюс, как вы видите на экране, можно добавить некие виджеты, которые также важны для вашей работы. Это могут быть сообщества по работе, это могут быть, например, ваши таски, списки задач, это могут быть, если это финансовый департамент, какие-нибудь акции, погоды и многое другое. То есть мы на основе нашего существующего портала, интернета делаем домашнюю страницу, на которую все заходят, и люди на ней связываются и общаются. А как понять, что, например, наши сотрудники не вовлечены или изолированы? Откуда мы возьмем эти данные? На самом деле сейчас мы работаем в большом количестве инструментов, которые оставляют цифровые сигналы. И если раньше, например, топ-менеджеры хотят понять, сколько я времени трачу на встречу, на какой-то определенный процесс, на работу в почте. Они просили помощников считать это время. Или есть мобильные приложения. Может быть, вы когда-нибудь пользовались такими, когда ты стараешься как разработчик посчитать, сколько времени у тебя ушло на проект. Но, наверное, вы согласитесь, что это занимает дополнительное наше время. А мы хотим сделать такую инвазивную технологию. Мы работаем, и у нас собирается статистика. На самом деле это важно, потому что некоторые цифры могут нас очень сильно удивить. И важно эти цифры увидеть до того момента, как мы видим, что у нас 76% сотрудников склонны к выгоранию. А выгорание мы уже знаем, что приводит к низким результатам. Не только сотрудникам, но и нашей компании. И на этом слайде я хочу вам показать цифры, на самом деле даже еще до пандемии, которые проанализировала компания McKinsey. У меня здесь ссылки, ссылка в заметках. С вами потом поделюсь. Вот, знаете, самое, наверное, интересное для меня это вот этот момент. Одна треть нашего времени уходит на работу с почтой. Здесь вопрос к вам. Как вы думаете, а как часто вы проверяете почту? Раз в день, раз в час или постоянно? Юля, мне кажется, я первым делом, когда просыпаюсь, я смотрю телефон в Outlook на мобилке, смотрю, что же мне-то написали. Ну и, наверное, не знаю, если статистика мне не уйдет, наверное, раз в 50 точно за день, стараясь в почту заглядывать, потому что так и остается работа с почтой. Очень часто. Да, Нурлан, а ты представляешь, вообще в технической документации Outlook у нас написано, что почту нужно проверять 2-3 раза в день, потому что часто это ваш не основной инструмент. Возможно, конечно. Удобно я как-то старался приучать в 9, в 12, в 3 и все. Но просто мы на такой бешеной скорости работаем, поэтому приходится часто. Хорошее замечание. Я к нему, кстати, вернусь про скорость, про изменения. Подскажите, а были ли вы на встречах, которые были непродуктивные? Ну, например, встреча с большим количеством участников, и где, оказывается, от вас не требуется никакого вовлечения. Наверное, каждый был, да, хотя бы несколько раз. И на самом деле в больших организациях к нам даже приходят и говорят, вы знаете, у нас очень консервативный подход к работе, и менеджеры собирают большие встречи, и мы отказать не можем. И нужны цифры, чтобы показать, что нужно менять этот подход. Кирилл, можно спросить? Да, да, конечно. А эти данные откуда взяты? У меня внизу, на самом деле, это исследование проводила компания McKinsey, я сюда ссылку не вставила. Извиняюсь, я прослушал просто. Да, на самом деле, должна сказать, что это американский рынок, не российский, не Казахстан, но все равно, я думаю, они примерно одинаковые. Ну, есть некое соответствие. Можно сказать, что у нас тоже много времени проводится на таких встречах. Особенно, когда там министерство скидывает какие-то там. Ну, я представитель университета, поэтому министерство образования. Очень интересно, спасибо. Нужно обратную связь дать нашему министерству, профильному министерству. Это не факт, что будет какой-то результат. Нет, на самом деле, это здорово, что вы это замечаете, да, и мы сейчас как раз про это поговорим, потому что даже внутри компании сложно изменить такой подход. И, на самом деле, если у нас нет каких-то инструментов со статистикой по изменению, мы это никогда не изменим. И, знаете, еще такое последнее сравнение, что вот если бы мы относились к нашему времени как к деньгам, скорее всего, мы бы лучше бы заботились о нашем времени. Например, я подойду к Нурлану, скажу, Нурлан, я нашла у тебя в календаре один час времени. Я его забронирую, мы с тобой поработаем. Нурлан скажет, ну да, хорошо. А если бы я подошла к Нурлану и спросила, попросила у него 100 долларов, наверное, Нурлан бы задал вопрос, зачем тебе, с какой целью, когда вернешь, действительно ли я тебе здесь нужен. Просто мы забываем, что на самом деле время тоже деньги, и это ресурс нашей компании. И чем бережнее мы к нему относимся, чем лучше мы готовимся к этим встречам, тем более продуктивно мы становимся. И что же у нас есть за инструмент такой, который помогает изменить корпоративную культуру? На самом деле он рассчитан на разные профили сотрудников нашей организации. У нас есть с вами HR-директор, который отвечает как раз за корпоративную культуру. И хочет узнать не то, как формально у нас устроена организационная структура, как формально мы работаем, а как на самом деле, как на самом деле устроены наши процессы, что занимает наше время. И HR-директор видит эту статистику. Причем он видит, я вам скажу, не по каждому сотруднику. Мы эти данные агрегируем в группы по 5 человек, чтобы соответствовать требованиям приватности и конфиденциальности данных нам важно не узнать, что там кто-то на 10 минут опоздал на работу. Нам важно увидеть большие бюрократические процессы, которые занимают не 10 минут в день, а часы у компании. HR-директор выявляет такие моменты. И он может поставить, провести тренинг, провести обучение для наших сотрудников и поставить некие цели. Например, не только менеджерам, но и сразу всем сотрудникам. А менеджер, в свою очередь, может добавить цели или приоритизировать свои именно для своего департамента, потому что он знает, что им нужно. После того, как мы поставили некие цели, знаете, у сотрудников нет такого, что вы должны, потому что мы не делаем цели там по продаже определенного количества продуктов. Это изменение корпоративной культуры. И у нас больше подход, знаете, такой с предложением. Соберите свои звездочки. И вы знаете, такой подход очень прижился в виде рекомендаций, в виде игры. И потом HR-директор смотрит после данного обучения, изменилось что-то в компании или нет. Если изменилось, находят новый процесс, если не изменилось, думают над новым. А какие могут быть сценарии? На самом деле сценариев очень много. Расскажу, наверное, про топ-3. Первый – это анализ как раз нашего времени, нашей нагрузки, наших встреч. Какие у нас есть типы встреч, непродуктивные типы встреч. Расскажу кратко про три типа. Но первый тип – это то, что у нас называют Redundant Meetings. Это когда на встречи хожу я, мой менеджер, менеджер моего менеджера. Такие встречи должны быть, но на самом деле их не должно быть больше 10%. А мы иногда в компаниях находим, что половина встреч такие. И потом у топ-менеджеров жуткая нагрузка. Они только на встречи ходят 40 часов в неделю, а им еще работать нужно. А получается, мы можем их освободить от этих встреч. Они дают больше полномочий своим сотрудникам, делегируют задачи. Они развиваются. У менеджера есть время на более сложные задачи. Или еще один – эффективность процессов. Это мой любимый, потому что я расскажу пример из Microsoft, что те, кто давно работает, больше шести лет, знают, у нас был процесс, который назывался mid-e-review. Текущая отчетность по продажам, по сделкам, которые готовили все сотрудники, менеджеры, менеджеры среднего звена, топ-менеджеры, топ-менеджеры улетали в Светл на отчетность. Процесс работы с заказчиками у нас останавливался на два месяца. И этот процесс был на протяжении 25 лет в компании. Вы знаете, потом в один прекрасный момент они посчитали, сколько часов, я не знаю, там, наверное, тысячи часов у сотрудников для подготовки встреч, для проведения этих встреч занимало. Сколько было командных мероприятий, что в один прекрасный момент они взяли эту встречу и отменили, заменили ее простым процессом. Да, Нурлан? Я тебе даже скажу, я пришел в Microsoft в 2014 году и вот застал эти медиа-ревью, два года было, это в 2015-2016, ты не представляешь, мы к этому звонку, я специально оформлял командировку, чтобы мы с одного места все докладывались. То есть, это большое количество инвестиций, не только там времени, но и, например, у меня командировка была в Алматы, чтобы готовиться к этому. В неделю, наверное, мы к этому готовились. Я отвечал тогда за рынок клауда, в Казахстане, за маркетинг, серверные решения, и вот должен был делать аналитику, отчетность писать. Ну, то есть, все по полочкам, почему мы не достигли или почему мы достигли, все это нужно было, скажем, в таком хорошем, презентабленном виде для нашего, там, ну, руководителя региона, президента доклада. Поэтому вот так все у нас было расписано, поминутно, даже посекундно, кто что говорит. Ну, ты говоришь, действительно, такие вещи были. Сейчас совершенно все agile, flexible, и слава богу, что это так. Да, вот даже, например, если посчитать 40 часов на тысячу человек, что для Майкрософта не так уж и много, да, это уже 40 тысяч часов. И умножьте 40 тысяч часов там на даже среднюю зарплату. Даже если на 10 долларов в час. Это уже огромная инвестиция от компании. Поэтому у нас есть разные направления. Анализ времени, анализ лучших сотрудников, анализ лучших менеджеров. Почему одни менеджеры именно вашей компании лучше других? И наша цель, знаете, ко мне часто приходится вопрос, мы хотим узнать, кто бездельник в компании, да, а у нас, на самом деле, если мы улучшим результаты, лучших сотрудников на 10 процентов, результаты компании лучше будут. И, конечно, узнать текучку, кто собирается уйти из компании. И не только кто, а почему, чтобы выявить эту, эту проблему, да, и изъять ее. Теперь перейду, как же это выглядит. Давайте также пойдем от наших HR-руководителей. у них есть некий дэшборд агрегированный. Там у нас есть три типа анализа, готовые шаблоны, готовые шаблоны, более детальный анализ на существующих моделях данных, и можно делать даже свою модель данных, делать индивидуальный анализ. Ну да ладно, что мы здесь видим? Что, например, 62 процента наших сотрудников, у них были синкапы со своими менеджерами. что хорошо, но то, что 69 процентов наших менеджеров ходят на долгие и длинные встречи, что у нас является больше двух часов и больше восьми человек. Наверное, это нужно пересмотреть, и мы сможем освободить время для наших менеджеров. если мы видим, что у нас, например, показатели сильно отличаются, они плохие, мы с вами можем кликнуть на кнопку, посмотреть на рекомендации, на глобальные рекомендации Microsoft, которые мы генерируем в соответствии с размером вашей компании и индустрии. Мы здесь видим, что, например, если вы не проводите время со своими сотрудниками, как это можно сделать, как найти, и на самом деле это сейчас делается просто одной кнопкой, Microsoft Vivo для вас, за вас все организует. Work-life balance наших сотрудников, мы знаем, что если сотрудник уйдет, в среднем это, может быть, найти нового сотрудника стоит годовую зарплату, поэтому мы хотим понять, если у нас сотрудники перерабатывают, это временно в конце квартала или это постоянно, и нужно как-то балансировать нагрузку. Здесь мы видим по уровням сотрудников, их такую некую оценку work-life balance и как раз разбивку мы видим, что менеджеры очень много времени тратят на вот эти встречи, надо их пересмотреть, нужно проанализировать процессы. Можем потом все отчеты динамичны, можем посмотреть, может быть, им приходится перерабатывать и по какой причине. Можем смотреть мы с вами по департаментам, по уровням должностей, делать разный такой drill down, проваливаться, наши данные. Смотреть статистику за последний год и принимать решение, в правильном ли направлении работает компания или нет. Здесь мы видим, что у нас в основном все красные цифры, что все перерабатывают, и возможно, нам нужно как-то ранжировать sales department, почему перерабатывают на 7 часов в неделю. Как я говорила, есть вид для HR-менеджера и потом для руководителя, который может делать цели для своей команды. вот мы видим вот эти кнопки, запланировать встречи один на один с сотрудником. видим, что ваша команда перерабатывает на 10 часов в неделю, а другие команды перерабатывают на 6. нужно знать, у них там больше людей в команде или, может быть, на вас спустили какой-то дополнительный процесс. А процессы мы анализируем по коммуникациям. Есть название процесса в почте, на встрече, на конференции и считаем количество часов по встречам и по письмам, по чатам, по сообщениям. Также рекомендации и плюс у нас есть даже ссылки на статьи из The Garvard Business Review, где вы подробнее можете прочитать про каждый кейс. Видим, что опять встреча занимает большую часть нашего времени. А как это видят сотрудники? У сотрудников тоже прямо из Тимза есть такой дэшборд, с которого они могут начинать. Он на самом деле является помощником. Может посмотреть, на какие письма вы не ответили, напомнить вам, забронировать время под встречу, которую вы обещали сделать. Видите, справа он сразу выявляет, какую встречу нужно сделать и найдет время у вас и у вашего коллеги. Предлагает найти фокусное время. Кстати, очень важный момент. Знаете, у нас был кейс с разработчиками, что разработчики жалуются, что они ходят только по встречам, а им нужно писать код. И попросили день, тихий день, среду, когда им никто никогда не пишет. Вы знаете, этот день, эта концепция стала такая популярная, что все больше и больше людей начали просить такой день для них, потому что часто им приходится в выходной находить время и доделать в спокойной обстановке свои рабочие задачи. Но мы, может быть, для всех сотрудников компании не сделали тихий день, но сделали фокусное время. И мы рекомендуем каждый день, чтобы моя аналитика бронировала для вас тихое время. Я еще поделюсь, у нас, например, в нашем регионе пятница – это learning day, и обычно там в пятницу говорят, что больше посвящали мне такие quiet days, learning days. Разработчиков среда у нас пятница. Да, да, отлично. Но мы здесь говорим все больше про выгорание, work-life balance, а что насчет таких наших важных метрик, за наш главный результат. Менеджер тоже это может поставить. Посмотрим пример на отделе продаж. Для отдела продаж важно общаться не сколько внутри компании, сколько со своими заказчиками, со своими клиентами. Чем больше ты с ними общаешься, тем лучше у тебя результаты. И здесь мы выставили такой план. Видите, мы считаем время, которое мы общаемся с заказчиками. Как? По домену. Да? У нас есть Microsoft, а есть наши заказчики. И все, с кем мы общаемся по домену наших клиентов, считается, как время с заказчиками. Если это Microsoft, это будет считаться внутреннее время. И что еще важно, мы делаем список из заказчиков для каждого сотрудника. Видим, например, его размер контракта, чтобы ты старался общаться больше, например, со своим топовым заказчиком. Ты можешь общаться с тем, у кого нет контракта, чтобы он появился, но если никакого прогресса нет, наверное, лучше будет приоритизировать правильные проекты. И видите, количество часов за последний месяц и также процентная разница. Дальше аналитика. Здесь имеется в виду сеть контактов. Насколько широк у нас сеть контактов внутри заказчика. Чем больше мы знаем людей внутри него, тем, скорее всего, больше проектов мы можем создать. и это также может быть хорошей мотивацией для сотрудника. видит эти данные. То есть так, формально у меня здесь только 10 человек, всего лишь 10. Нужно попросить меня познакомить с дополнительными людьми. И плюс еще мы здесь добавили вид для встреч с менеджерами, чтобы постоянно была связь, потому что чем чаще сотрудники общаются с менеджерами или с кем-то из лидерской команды, из топ-менеджмента, мы видим, что у них лучшие результаты. Они перенимают опыт от топовых руководителей. Интересно, а вы бы хотели получать такого помощника, да, вот с такой статистикой, только, может быть, если вы не в отделе продаж, то что-то кастомизированное под вас. Будет здорово, если у вас будут какие-то идеи, мы с удовольствием прочтем в чате и обсудим это или в чате или потом. Перевключайте микрофон, давайте, у нас уже ровно половина нашей сессии, в принципе, мы потом, наверное, перейдем к каким-то вопросам живым, так что, я думаю, Юля может продолжать, потом Юля будем ждать. Да, мы с вами пообщались про коммуникацию, про корпоративную культуру, про то, как ее выстраивать, да, что мы можем делать небольшие цели, и когда их достигаем, мы как раз и меняемся, и это все в виде игры. А теперь поговорим про некоторого помощника, который может нам помочь в нашей работе, и это на самом деле Microsoft Topics, это сделано для того, знаете, когда, например, новый сотрудник, приходит в компанию, и он не хочет ждать три месяца, чтобы полностью погрузиться и все знать. И здесь тоже есть некая личная история, что я видела, такой один из коллега заполнял документ, работал на проект, он говорит, а что такое CSA? Нурлан, вот что для тебя такое CSA? CSA? Ну, я же знаю это сокращение. CSA – это Cloud Solution Architects. Это для тебя такое сокращение. А соседний коллега сказал, это Cloud Service Agreement. А третий коллега сказал, что это Customer Support Architecture. И вы знаете, мы походили вокруг, и таких предположений было больше десяти. и как новому сотруднику понять какая-то именно аббревиатура. На самом деле, в тот именно момент пять человек в течение часа смогли разобраться, что ему именно нужно. А что если у нас будет автоматический помощник, который в зависимости от контекста будет сразу вам говорить, что это значит, откуда вам взять эти данные или какие-то данные сразу. И на самом деле, чтобы лучше понять, как это работает, я хочу вам показать небольшое видео. У меня есть только один вопрос. Будете вы слышать звук или нет? Я тебе скажу. Поэтому хочу вам представить Viva Topics. Не слышу. Слышу, слышу. Есть, да? Есть, есть, есть. Супер. Я буду останавливаться и комментировать, потому что я, конечно, хорошо знаю этот продукт, чтобы мы с вами оставались на... Но звук нечеткий у вас, по-моему, с вашего микрофона слышно. Вам просто надо поделиться звуком. Да, там галочку отметить. звук немножко шел, как будто с микрофона. А где это можно здесь делать? Вам надо заново поделиться и там где-то указывается. Мы в Teams в основном работаем, в Zoom. Я точно не помню. Да, в Teams я тоже знаю, где это указывать. А вот когда демонстрация экрана, попробуйте заново, включите, там есть такая кнопочка делиться звуком с компьютера. Тебе нужно, Юля, остановить и заново поделиться экраном. Там вроде должна быть что-то сказать. Страх до экрана и совместный доступ к звуку. А, Share Sound. Да, вижу. Видите сейчас мой экран? Да. сейчас как раз этот кейс, как у нас про CSA, если мы видим какую-то аббревиатуру, разные понятия, разные знания. Еще хуже, если за что-то отвечал человек, который ушел с компанией, все знания ушли вместе с ним. Значит, что это за решение, которое нам может помочь? У нас с вами есть корпоративный портал, в котором есть огромное количество страниц и различных тем, проектов, мероприятий. И что мы с вами можем сделать? Один из двух способов. Первый способ, это мы наш искусственный интеллект говорим, обучайся на всех страницах нашего корпоративного портала, изучай топики. и он будет выявлять эти топики. Как уже сказал, это могут быть проекты, процессы, мероприятия, какие-то определенные темы. И потом должен появиться человек, который все это проверит, что действительно он все правильно определил, и дать некую оценку. Второй способ это делать страничку с нуля, добавлять туда, видите, здесь тема, описание ответственных людей, ресурсы. И потом уже добавлять туда данные, на основе которых он будет учиться. И каждую новую страницу мы добавляем, он будет ее уже ранжировать в топик 1 или в топик 2. From information it discovers, AI collects and organizes details about the topic into a topic page. This includes a description, subject matter experts, sites and documents related to the topic and related topics and resources. Topics can also be curated manually by contributions from people in your organization. For example, contributors may want to add or remove resource links, update a description, or add people related to the topic. Users in your organization are able to view topics in SharePoint Modern Pages and Microsoft Search. Users who view topics can even provide feedback on how useful a topic is and this feedback is tracked by AI to suggest improvements to the topic. Кстати, на самом деле, если вы где-то работаете с чат-ботами, с искусственным интеллектом, обязательно ставьте, было ли это вам полезно, потому что если нет, потом вот этот subject matter expert, он сможет вернуться, посмотреть, что он неправильно вам подсказал, ответил, исправить, чтобы он на основе этого учился и в следующий раз предоставлял правильный ответ. Topic Management is centrally controlled by a Knowledge Manager through the Topic Center Manage Topics page. The Knowledge Manager oversees and guides topics through the topic life cycle. Topics that are discovered by AI can be confirmed or rejected by the Knowledge Manager. Users will only be able to see topic details, like the sites, files and pages, that they already have permissions to see. for example, one user may not see the same items in a topic page, such as a pinned file, because they do not have permissions to view it. Here we are video pro Viva Topics. Надеюсь, вы уловили главную идею, что мы с вами создаем топики, темы по любым направлениям, по любым темам, и по этим топикам собираются ресурсы. Есть некоторые понятия из этих топиков. Это могут быть названия, аббревиатуры, некоторые понятия. и вот этот движок, он потом нам может подсказывать, когда мы работаем с вами с технической документацией. Он знает, что техническая документация из этого топика, и, например, нужно ставить какой-то номер проекта, он вам сразу подскажет, какой номер, откуда его взять. То есть преимущество этого, что первое, это легкий поиск по темам, по темам релевантным именно для вас. Второе, это эффективная работа с документами и даже автозаполнение их и подсказки. Сейчас хочу еще раз посмотреть пример, что даже если мы с вами общаемся в Тимзе и есть у нас аббревиатура из определенного топика, она сразу будет подсвечиваться. Мы не знаем, что это, он сразу нам открывает карточку. Да, карточку этого топика, что это такое? Это проект, его описание, тесные люди и ресурсы. Здесь мы перешли на страницу этого топика, видим все, что доступно. И видите, люди даже задают вопросы, если у них есть по этим топикам. Мы задаем с вами вопрос. и что Вива делает? Она может тегать людей, ответственных за этот топик, или может даже тегать людей, ответственных за эту тему в этом топике. Плюс эти топики, это не просто какой-то список, да, у нас есть разное направление. и на самом деле эти топики, они показываются, связывают те, которые релевантны для вас, ищут поиск, или может предложить вам проанализировать, поработать с документами, с которыми работают похожие коллеги на вашей должности из других отделов, или наоборот другие коллеги из вашего отдела. Это упрощает, значительно упрощает нашу работу, сокращает поиск информации. И как мы уже говорили, информации становится так много, что нам без таких помощников действительно будет не обойтись. Сейчас мы с вами видим некую такую общую страницу по топикам, да, если вы на нее заходите. Если вы ответственны за топик, то есть вы можете быть, скажем так, читателем топиков, или можете быть ответственным за ним. И тогда вы смотрите статистику по ним, видите, например, оценку вашего топика, как раз который основывается на ответах пользователей, был ли он полезен или нет. И потом посмотреть его более детально. Скажи, пожалуйста, у нас веботопик еще внутри компании, я вот пока еще не видел, или мне нужно включить его? Нужно его включить, он доступен в Teams, как в Топикс. Спасибо большое, много чего узнал из топика, вообще инсайт, я вот скажу, когда продукт анонсировали, на самом деле интересно, это еще же как его можно есть такая как бы группа решений MPE Experience Platform, это вот виво, это то, что в этом поле решений это как бы класс решений такой, да, все, что крутится вокруг сотрудников, вокруг людей, да, потому что это то, с чем работает каждый, да, если раньше это был просто Microsoft Office, да, то теперь это мы хотим, чтобы был один инструмент Teams, в котором у вас есть доступ ко всем ресурсам, и к топикам, и к консайтам, и к connections, и мы теперь мне сам вот прям это learning мне кажется здесь ну да 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 тем более что ты сфера образования и я думаю многие согласятся, что когда мы заканчиваем обучение в университете, приходим на работу и если человек делает одно и то же никак не развивается он он недоволен у него нет удовлетворения от своей работы и на самом деле как мы видим руководители тоже этим недовольны они хотят, чтобы их сотрудники развивались, обучались и находили на это время и чтобы они находили на это время нужно для них предоставлять доступ упрощать доступ к этому и на самом деле это и есть главная задача Viva Learning то есть мы здесь если честно не создали новую LMS платформу мы не создали новую курсеру EDX PluralSite мы создали booking для курсов то есть у вас есть уже ваши существующие платформы например в университете вашей организации где есть курсы мы там две три несколько платформ агрегируем в одном месте причем это могут быть не только крутые курсы это может быть и просто видео и презентации и документ которые должны проверить если это платформа мы ее добавляем и вот эти триггеры прохождения все это синхронизируется с Viva Learning давайте сейчас покажу как это работает вы заходите на Viva Learning видите вашу домашнюю страницу видите курсы которые вам назначены обязательные для вас есть которые рекомендуются вам они могут быть рекомендованы как для всей вашей организации так для вашего там курса департамента или это может быть рекомендация от вашего коллега или друга который вы ее также здесь и видите прошу обратить внимание что да вы видите что это могут быть документы видео pdf linkedin learning мы поддерживаем курсеру plural сайт sap success factors но все самые популярные платформы и даже если у вас есть кастомная мы к ней тоже сможем подключиться очень классно это очень классно сделать потому что очень много контента и фокус в Казахстане особенно в университетах в школах чтобы трафик скажем внутри Казахстана был бесплатным для пользователей то хорошо можно приземлить свои курсы например на своей платформе она будет подтягивать и все это будет трафик внутри скажем Казахстан оставаться с точки зрения когда подтягивать я думаю это одно из интересных решений потому что позволит и выносить надо пользователя на какие-то сторонние просто подключает свои у нас есть казахский youtube очень много контента в образовании заканчивается потому что на youtube очень плохо тебя стало слышно так не знаю теперь хорошо теперь хорошо надо будет ровно мне говорить в компьютерах я говорю что на самом деле в Казахстане очень много контента загружается на нашу локамерс игра который представляет бесплатный трафик для детей для учеников для студентов и даже университет могут просто подключать я думаю это вот хорошие связки можно сделать для школы или университетов которые используют напротив они могут просто подключить дополнительные ресурсы и уже это в хорошем таком виде да на самом деле идея очень простая но это то что нужно каждому нет такого что тебе нужно заходить в каждую отдельную платформу под своими учетными записями видеть где у тебя какой доступ все агрегировано в одном месте на самом деле то что мы давно просили очень рады что это есть тем более что например слышали анонс windows 11 windows 11 будет еще движок тимс на новых технологиях построенный он будет значительно быстрее и легче он будет уже интегрирован в каждую операционную систему всем школьникам студентам сотрудникам будет намного проще работать так как мы можем учиться вива ленинг где доступ также на вкладке в тимс или можем даже добавить в канал называем ленинг смотрите как происходит поиск мы просто вводим слово например который хотим найти и он ищет по всем курсам по всем платформам которые нам с вами доступны добавляем вот они появились хотим еще добавить пишем уже лидершип в каталоге добавляем все необходимые курсы вот они у нас появились потом когда мы хотим уже пройти обучение само это потом будет здесь мы с вами например хотим порекомендовать можем это сделать как назначить или порекомендовать определенной команде курсу департаменту или определенному человеку сейчас мы назначим это целой команде инженеров добавим описание поставим due date и если мы сделали это то есть мы назначили мы порекомендовали мы потом с вами видите recommended by you и с вами можем увидеть статистику кто прошел кто нет и потом вывести дашборд и делать такой анализ по нашей платформе обучения мы вот как Нурлан правильно заметил мы на самом деле просто показываем браузер с ваших курсов да мы ничего там не копируем не копируем не переделываем поиск работает и так же в общем по всем продуктам Microsoft то есть если вы где-то ведете поиск он будет искать и курсы можно даже будет делиться теперь в чате и что меня особенно порадовало Viva Learning теперь еще будет доступен с мобильного устройства потому что сейчас мы становимся мобильными мы хотим учиться не знаю с дачи из дома из командировки из отпуска отовсюду и с мобильным устройством это намного проще и так как у нас все-таки Microsoft Viva это одна платформа под одним зонтиком все вот эти модули они легко интегрируются между собой и например Viva Insights видит что вы запланировали обучение и чтобы оно не осталось только как галочка хочу пройти а чтобы вы например есть количество часов которое требуется Insights он сразу вам предложит забронировать время под ваше обучение на этом у меня все надеюсь что эта сессия была полезна для вас что вы захотите попробовать один из четырех модулей Viva а может быть и все четыре и захотите изменить оптимизировать процессы вашей компании буду рада ответить на ваши вопросы и обязательно поделюсь презентацией всеми ссылками Юлия спасибо большое было очень интересно мы в BCPD как раз таки про образование очень понравился модуль мотальонинг хотелось бы тоже внедрить это как-то у нас коллеги если есть у вас вопросы пишите в чат запись вебинара мы выложим на канал BCPD также у меня здесь коллеги из фонда поддержки искусственного интеллекта спрашивали как можно внедрить такую программу если у нас наверное думаю есть ссылочка где можно организация посмотреть да на самом деле у нас есть ссылка на каждый отдельный компонент если хотите просто виво посмотреть или там например топикс или коннекшнс все есть на нашем сайте и с него вас перенаправят сейчас поделюсь или пишите Нурлану или мне и на самом деле от себя хотел сказать Юля конечно виво это не ее основное направление занимается Юля вообще большой эксперт в области power платформ это наша такая большая как правильно Юля это такой лоу код платформы то есть мы сейчас понимаем что огромный спрос на разработчиков но мы не можем ждать по полгода чтобы наше приложение было разработано и power платформ это некий конструктор для создания приложений для оптимизации процессов для построения аналитических решений конструктор а еще сегодня Юля у нас сегодня Новый год 1 июля с компанией финансовый год спасибо большое что сегодня наше время выступить для коллег из BCPD на это форуме да тогда если больше нет вопросов спасибо еще раз за ваше время и внимание и будем надеяться что на новые проекты с Microsoft Vivo спасибо большое да спасибо до свидания и хорошего оставшегося дня да коллеги у нас будут еще мастер-классы все анонсы вы получили на e-mail и также в нашем телеграм-чате Tech Professionals так что до встречи до свидания до свидания до свидания